Всем доброго времени суток. У нас с утра поставила яйца, поставила картошку с морковкой, а буряк забыла. Вчера ходила по картошку и не взяла буряк. Мне надо на шубу. Сейчас теплошка рассветет, пойду поставлю уже отдельно варится, но пока рассветет уже это все сварится. Такие хлопоты новогодние, подготовка. Готовить много не будем. Я вообще читала в комментариях, вчера сняла видео на СНР и написали, что уже давно это все не в тренде. Уже делается одно блюдо, там какой-то напиток и все. Я тоже придерживаюсь этого, потому что наготовить, потом поставить все в холодильник, оно все стоит два-три дня. Это кушаешь, это очень вкусно, конечно, но уже это действительно как бы не актуально. Нужно приготовить что-то свежее и поесть. Поэтому что мы будем готовить, это селедка под шубой. Я ее, наверное, буду есть одну, потому что Настенька не ест селедку. Бабусь у нас уже не любит вообще как бы рыбу. Поля, она так-сяк. Я думаю, что она будет есть, не так, как я. Я очень люблю селедку под шубой. Поля больше любит крабовый и оливье. Значит, крабовый и оливье, шуба, картошка, пюре. Утка будет у нас с картошкой, утянется и отбивнушки, отбивные сделаем. Может и голубцова немного? Не знаю. Вообще посмотрим. Ну немного будет у нас его. Что я планирую сегодня? Надо сегодня, в общем, перед Новым годом, нельзя принять дождь, кто как. Убирали мы вчера, позавчера. Вчера так немножко я убирала поверхностно, надо сегодня еще немного убраться. Настенька говорит, буду убираться я, но пожалуйста. Поля уберется во дворе. Вчера бабушка дала им такое задание. Значит, у Дарьи надо кому-то убирать. Пойдет, в принципе, такой вот у нас день. Лопаты приготовления. Снего нет. У нас совсем какой-то не Новый год перебрасывается. Я сегодня проснулась, проснулась и вам показала на часах. И то время проснулась, конечно же, раньше. Немного полежала в Телеграме, там полистала. Люблю пристать утром в Телеграме любимого своего блогера Антона Гура. Читала. Почитала. Ну, в принципе, такое утро. Ну, вот и все. Буду пить кофе. Многим из вас не нравится, почему тогда я говорю с вами пью кофе. Увидимся, когда буду приготавливать что-то. Накрасила себе брови еще. Потом смою. Не будут они такие черные. Посмотрела на себя. Очень неплохо было. Вчера пять минут держала. Надо было минут 15 подержать. Настенька перепугалась, когда меня увидела. Мне пришлось побежать быстро смыть. Я не додержала. Поля подержала сегодня. Говорю, сколько? Минут 15. Ну, это не супер. Хочу я. Значит, сметана, сахар взвиваю на крем. Делаю торт сметаник. Корж у меня сейчас стоит в духовке. А это крем. Так. Варю буряк. Все, в принципе, отварила. Картошку, морковку, яйца. Начинаю суету. Нарезать салаты буду девочки. Я только шубу буду делать. Каждый будет делать свое блюдо. Тогда будет легче. Всем не так сложно. Сейчас посмотрела видео. Мальфар Карпатский, по-моему. Там у него такие дома продаются под куполом. Значит, такие кругленькие. 3300 евро стоимость. У меня нет таких денег, конечно. Но я вообще говорю, что очень хорошая такая вот альтернатива дома. Если у кого-то, допустим, есть какая-то площадь во дворе, да, то неплохо такую купить для того, чтобы иметь еще такой второй типа домик. Ну, в общем, классная штука. Теперь думаю. Вот. И посмотрела. Он там приглашает к себе. Там обучает разным мастерствам. Там у них живут люди. Они живут как эко-поселение. В общем, здоровски, конечно. Но меня вот больше тянет вот к таким вот людям, которые живут с природой. Потому что мне тоже хочется ближе к природе. Потому что вся вот эта цивилизация, она не ведет нас ни к чему хорошему. Так что как-то так. Вот такие вот у меня новогодние мысли поделилась с вами. И, значит, там набирает он людей тоже такие вот люди. 100 человек берет к себе. Там тоже же они как бы показывают, как обучаться гончарному мастерству. Плюс там как печи делают. Ну, в общем, много там всего интересного. Стоимость в декабре 150, 250 январь, февраль, в марте уже 350. Это долларов или евро у него стоит. В общем, интересно, конечно. Я бы, конечно, с удовольствием поехала вот знакомиться вот с такими людьми, которые любят природу. Ага. Это и крючочек. Так. Угу. Так. Аккумулятор новый. О, лунка сытая, кажется. Аккумулятор похожий. Новый. Три недели, кажется, я купил. Так. Что тут можно вот так, в принципе, показать? А где движок? Вот то, что внизу? Ось мотор, ось двигатель. Ось мотор. Ось двигатель. Ага. Ну, это ему туда и надо. Термостат, видно, не робит. А чему? Та радиатор вот закрой, чтобы он хоть не закипел. Аааа. А что нужно для этого? Я не пойму. Чтобы не закипел. А прибор у тебя там есть, показывает температуру. Насытку прибор. Ммм. Так, мои хорошие. В общем, я уже накрасилась. Немного привела себя в порядок. Мы уже приготовили салаты. Крабовое оливье. Шуба. Шубу, которую я буду сама есть, и кто ее не любит. Приготовили мы уже алубцы. Я испекла торт сметанник. Который мы тоже уже попробовали. Не успела еще пропитаться. Я его не вчера пекла, а сегодня утром. Поэтому как бы полдня постояла. Но ничего, очень вкусный сметанник. Тоже можете посмотреть. В общем, я брала рецепт в купли. Что еще мы сделали? Отбивные сделали. И в утяннице мы стушили утку с картошкой. Все. Пошли мы ничего готовить не будем. У нас будет такой стол. И плюс картошку пюре мы сделаем уже в конце туда. Ляжем спать. Ляжем спать с поля. Потому что мы рано любим ложиться. Ляжем спать. Настенька с бабусей разбудит. Потому что Настюша решила с бабусей до 12 сидеть. А ей нас потом решили разбудить. Как-то будет так. Что еще? В общем, на улице весна. Снега нет. Поэтому настроения новогоднего тоже как бы нет особо. Вот. И как-то так. В общем. Все будем надеяться, что 24 год принесет всем мир, спокойствие. Принесет всем радость. Чтобы больше мы как бы чувствовали себя удовлетворенными, да. Что в нашей жизни все получается, что мы хотим. Чтобы удача ходила за нами, да. Следом. Также я желаю каждому из вас, чтобы у вас исполнились ваши мечты. Заветные мечты. Которые, ну, не исполнялись, да. На протяжении всей жизни. А потом вот раз и исполнились в 24 году. Вот. Желаю вам этого. Так что, ну, прежде всего, конечно же, ну, без мира не будет у нас ни спокойствия, ни радости, ни гармонии. Не будет ничего. Поэтому, прежде всего, я желаю мира, мира. Мира на всей планете. Чтобы ни один человек не уронил слезу. Чтобы люди всегда были радостными. Как в нашем детстве. Я вот помню в нашем детстве. А мне немножко грустно. Мне кажется, что в нашем детстве мы были всегда счастливы. И вот чтобы мы уже взрослые были такие же, как в детстве. Счастливые, с улыбкой. Вот. В общем, вот как-то так, да. Немножко вот прощаемся с 23-м годом. Вступаем в этот 24-й год. Не знаем, что он нам принесет. Поэтому. Ну, а сегодня было грустно прощаться с 23-м годом. Не знаю, по какой такой причине. Ну, действительно, мне иногда хочется плакать. Держаться за этот 23-й год, наверное, да. И не отпускать его. Или какой-то вот, знаете, страх чуть-чуть в 24-й ступень. Ну, в общем, как-то так. Не буду плакать больше. Это у меня уже немножко начиналось с утра. Потом я разогнала эту всю свою такую. Будем надеяться только на мир, на спокойствие, на тишину. Будем надеяться на Господа Бога, который... Каждого будет слышать хорошего, светлого человека. Вот. Так что, как-то будет так. Так. Ну, что еще могу сказать? В общем, пожелания у меня такие. Может быть, я немножко с грустью что-то это желаю. Но я желаю чистое сердце и души. Поэтому... Все, мои хорошие. Я буду заканчивать это видео. Я его смонтирую, выложу. То, как мы будем праздновать Новый год, вы увидите завтра. Я вам тоже выложу. Там, в обед, наверное. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, и всех с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья, счастья, успехов. Пусть мечты все сбываются. Чтоб было мирное, чистое небо над головой. Чтоб не было войн. Чтоб все люди на планете наконец-то поняли, что наша планета, она самая красивая, самая цветущая, самая замечательная. Ее нужно беречь. Ее нужно хранить. Потому что мы другой такой не будем иметь. Поэтому нужно сохранить то, что мы имеем. Все, мои хорошие. До встречи в 2024 году. Пока-пока.